Как дела, зрители канала Squat? Я Killer King. Ходите на мои концерты, но сегодня не об этом. Короче, не часто, не часто вы сейчас услышите хорошие новости. В основном новости вообще лучше не слушать, но я пришел, короче, на канал Squat, потому что у меня большой повод для этого. Вот они, слева направо, три повода. Braille Army, дизайн выбирали давно, классическая черная B и классический Braille круг. Braille доски наконец-то в России. Я не часто появляюсь на этом канале, но сегодня, как видите, повод просто огромнейший. Меня пригласили, чтобы я, естественно, кто же еще может рассказать про доски Braille? Поэтому сегодня мы хорошенько на них все посмотрим, я расскажу про все дизайны, про все размеры и, короче, всю вот эту вот штуку расскажу. Погнали! Короче, еще пару лет назад я задался вопросом, как нам привезти доски Braille в Россию? Это оказалось не так просто, не так дешево. В общем, были свои подводные камни. И еще в 2021 я рассчитывал, что летом 2021 года мы привезем доски Braille и будем счастливы и рады, но не получилось. Не получилось, поэтому летом 2021 я начал искать, как бы сделать так, чтобы привезти их в 2022 году, потому что, понимаете, этот процесс довольно долгий. И поэтому в июле прошлого года я договорился с ребятами из Squat, что на следующий сезон мы привезем доски. Я начал выбирать дизайны. Я выбрал три классических дизайна. Это типа самая классика, они всегда есть в продаже на сайте braille-skateboarding.com. Единственное, что на сайте braille-skateboarding.com их придется доставлять из Америки в Россию. Цена из-за этого будет супер, как это сказать, недемократичной для нас здесь. Поэтому с сайта braille-skateboarding.com заказывайте только если вы можете себе это позволить. Для всех остальных, для россиян, в каждом Squat в России есть вот такие дизайны. Классическая B, черная. Классический braille-круг. И по ходу braille-армию уже кто-то купил, поэтому она осталась одна вот здесь на стеночке. Три супер классических дизайна braille, которые всегда есть в продаже. И поэтому теперь они есть и в России. Я их сам выбрал. Если вам они не нравятся, можете винить меня. Как бы я не против, я готов принять на себя эту ответственность. Вот, в июле прошлого года я выбрал эти три дизайна. Я их утвердил. И мы их отправили, так сказать, на завод. И только-только, буквально, я не знаю, типа там, два месяца назад их напечатали. Или там пришла информация, что их будут печатать. Короче, это супер-мега-долгий процесс. И я уже, честно говоря, ничего не ждал. Я уже такой думаю, ну, я не знаю, будут они, не будут. А если они будут, то по какой цене они будут. Я уже просто такой, ну, типа, не знаю, что с ними будет. Это в любом случае не будет самой худшей новостью, которую можно ожидать в последнее время. Но, к счастью, к моему собственному супер-мега-удивлению, они дошли. И они не просто дошли, они сохранили низкую цену. Типа 4, 300. Это супер-низкая цена для импортных досок, супер-качественных, супер-свежих досок. Поэтому я супер, естественно, супер-я рад. Потому что они не просто пришли, они сохранили свою низкую цену. Потому что я думал, что, ну, все. Типа, если они, даже если они придут, это будет супер-дорого. Уже не так весело, уже не так доступно, уже не так скейтбординг в массы. Поэтому, типа, ну, я был готов, короче, встретить любые обстоятельства. Но не пришлось. Как-то так получилось, что именно в этой отрасли все, все получилось нормально. Доски пришли. Доски есть во всех скотаж России. И они сохранили, типа, невысокую цену. Поэтому я доволен. Я рад. Вот где-то хорошие новости. И я рад с вами этими новостями поделиться. Чуть не забыли, 28 мая, прямо вот здесь, в скоте на Таганке, даже скажу больше. Прямо вот здесь, 28 мая. В 2 часа дня я вот так вот сяду. И буду ждать вас здесь, чтобы подписать дощечку Брейл. Вы сможете прийти купить ее, подписать. Или сможете подписать какую-то свою дощечку. Или если у вас ничего не будет, мы дадим вам Брейл-стикер. Подпишем и скажем большое спасибо, что пришел. Также мы разыграем одну дощечку. Какую-то одну Брейл-стикерскую дощечку путем лотерей. Вы, типа, придете, мы дадим вам номерок. И потом в конце вытянем один номерок. И кто-то один из счастливчиков получит дощечку Брейл. За нахаляву. 28 числа, в 2 часа дня. Прямо вот здесь. Автограф-сессия Брейл. В честь выхода, в честь приезда Брейл-дощечек в Россию. Вот. Ждем вас здесь. Ждем вас здесь. 28 мая, в 2 часа дня. Сквот на Таганке. Это совсем недалеко от метро, кстати. Поэтому обязательно приходите. Будет весело. Повидаемся. Продолжим. Вам какой дизайн больше нравится? Пишите в комментариях. Потому что я, честно говоря, не знаю. Типа, черный ко всему подходит. А белый, классика. Белый круг, это классика. Даже не знаю, если честно. Вот. И по поводу... Это тупо, довольно тупо загадывать в будущее. Но, короче, если вдруг мир будет существовать, да. Если вдруг будет вариант на следующий год поставлять. То с вашей, как бы, с вашей помощью, с вашим интересом мы сделаем новые дизайны. Потому что у Braille огромное количество дизайнов. Есть Dreamer серия. Есть там Samurai, Viking и прочее. Есть огромное количество уже базы дизайнов. Но мы, так как были ограничены, выбрали только классические дизайны. Поэтому, если вам интересно, обязательно покупайте. Поддержите эту инициативу. И на следующий год будет больше разных дизайнов. Опять же, при условии, что следующий год наступит. Ну, вы поняли, да. Каждый дизайн. Каждый дизайн у нас в трех размерах. Опять же, размеры я выбирал. Под себя в том числе. Поэтому есть 8,5. 8,25 и восьмерка. Типа, уже нету. Шире тоже нету. Только три размера. Других нету. Я сам выбирал. Мне кажется, это такие универсальные довольно размеры. И все, в принципе, смогут найти дощечку под себя. К сожалению, уже нету. Как вы знаете, Аарон вообще катается на 7,75. Я таких людей лично не знаю. Кроме вот Аарона и других ребят из Braille. Поэтому я такие вещи сюда не поставлял. Кто-нибудь вообще катается на 7,75? Я, короче, не в курсе. В России. Поэтому каждый, каждый дизайн у нас в трех размерах. Все они есть. Пока что в трех размерах. Когда мы снимаем сегодня? Восемнадцатое, да? Восемнадцатое мая. Поэтому пока что есть все размеры. Ссылочки, естественно, в описании. Заходим, заказываем. В любом сквоте в России приходите и говорите, где Braille доски? И вам продавец говорит, да вот же они. Ты что, парень? Вот. Если вдруг в вашем городе нет сквота. Ну, типа, сайт, доставка. По России точно работает. А вот по СНГ и остальным, короче, я не знаю. Я... Как ты думаешь, работает? Не работает, да? По России точно работает. По СНГ, ребята, ну, приезжайте в гости, что ли? Я не знаю. Короче, я вообще... Сейчас я ничего не буду. Никаких советов не могу сказать. Только могу факты констатировать. В любом сквоте в России такие доски есть. Доставка по России тоже работает. Поэтому в любом городе России заказывайте. Вам доставят ваши Braille дощечки. И тут, кстати, смотрите, буквка B выжжена. Что отдельный кайф, отдельная красота. Она как бы не сотрется, ничего с ней не будет. Потому что она лазером выпилена. Супер кайф. Все у них цвета. У верхних слоев тоже у всех разные. Это тоже такая отдельная лотерея. Собери их все. Но это невозможно. Форма у всех досок одинаковая. То есть по форме они не отличаются. Это классический Popsicle. Самая такая классическая. Ничего необычного. Конкейв. Высокий. То есть это даже не средний. Это прям высокий конкейв. Но будет лучше флиповаться. Как мне кажется. В принципе, это неплохо и нехорошо. Это просто факт. Но он высокий. Действительно так. Они сделаны в Испании. На заводе HLC. Это супер хороший завод. В прошлом году мы тестировали доски оттуда. И они... Когда они свежие были, они были супер мега крутые. Поэтому мы без проблем, как это, без лишних мыслей заказали там эту партию. Кстати, небольшую партию. Она типа ограниченная, ребят. Поэтому они могут быстро разлететься. Вы, я надеюсь, поняли мой намек. Вот. Испанский завод HLC. Он производит много разных досок. Фирмовых. Это типа не Китай. Это совсем-совсем не Китай. Поэтому и цена повыше, чем у китайских собратьев. Но тем не менее, цена не такая, как у американских. Потому что если бы мы заказали, например, напрямую из Америки эти дощечки, они бы стоили типа там в полтора раза выше. Ну, скорее всего, где-то в полтора. Да, в полтора раза выше. И я понимал лично, что это нецелесообразно. Потому что такие дорогие дощечки даже я не беру. Я предпочту взять пару дощечек подешевле, чем одну дорогую, которая все равно сломается точно так же. Сотрется и сломается точно так же быстро, как и дешевая дощечка. Что, безусловно, факт. Поэтому дощечки импортные. Но не китайские, а испанские. Самые можете погуглить завод HLC. Это хороший завод, они делают качественные доски. Короче, ребят, я лично отвечаю за то, что это качественная доска. Потому что я прототипы проверил, дизайн и сам поставил. И доски супер свежие. То есть они буквально-буквально только-только их по магазинам распределили. Это буквально самые свежие дощечки. Я не знаю, есть ли тут свежее. Но вот это точно самые свежие. И сейчас в мае их брать точно стоит. Потому что они вам прослужат весь этот сезон без проблем. И, скорее всего, останутся на следующий сезон, если вы аккуратно катаетесь. Если вы не сильно вжариваете. Но даже если вы сильно вжариваете, вот тут я попрошу монтажеров ставить треху Никиты. Мы его тест сняли на канале Braille Skitboarding Russia. Никита сделал буквально с пятой попытки треху с большого гэпа. Дощечка выдержала спокойно. В прошлом году мы тестировали Юнион. И Юнион не выдержал эту треху. Мы просто не успели доделать треху. Юнион сломался. Спасибо. Свежий из магазина. А вот Никита. Мы пришли. Поставили дощечку на его подвеске. Никита взял, сделал треху с большого гэпа. В общем, доски уже проверили. Доски свежайшие. Все, что я могу сказать. Заходите в сквот. Выбирайте один из трех дизайнов. Они готовы. Они ждут вас. Они супер свежие. Они супер надежные. Супер классные. Дизайн выбирал я. Брейл. Скейтбординг массы. Мы хотим, чтобы скейтбординг стал самым популярным спортом в мире. Мы действительно над этим работаем. Многие годы. И будем работать дальше с вашей поддержкой. С поддержкой таких скейтшопов, как сквот. Спасибо большое сквоту. Опять же, за эту возможность. Потому что без помощи сквота у меня бы это не получилось. Я рад, что у меня ушло на это всего лишь два года. Yes. Спасибо вам, ребята. Спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. И самое главное, катайтесь на скейте. Потому что это такая, как это сказать, это вот такой антистресс. Вот реально просто. Ты пошел кататься на скейте, все забыл. И тебе становится легче. Мне кажется, это сейчас самое важное, чтобы немножко не сойти с ума. Спасибо и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok